С религиозной точки зрения, за все, чего человек добивается в жизни, он должен заплатить. Но если так оно и есть, цена недолгого творческого успеха Айсидора Дункан оказалась страшной. Ее звезда зажглась в эпоху пуританской морали, которая господствовала в американском обществе. Это трудно сегодня представить, конечно, но век назад американки действительно были заперты в клетке строжайших канонов и запретов. Верхом неприличия было не только показать ногу выше щиколоток, само слово «нога» могло оскорбить слух какой-нибудь тетушки Джейн. Поэтому вопиющим безобразием был не то, что танец, даже внешний вид, появившийся из ниоткуда Айсидора Дункан. Танцующая для публики женщина в короткой прозрачной тунике без корсета, что само по себе неприлично, и, о ужас, без нижнего белья и босиком. Дочь учительницы музыки и запутавшегося в финансовых аферах поэта, предательски бросившего жену с маленькими детьми, Анжела Дункан родилась, когда перспективы на выживание семьи были весьма туманными. Нищета обрушилась внезапно. В своих воспоминаниях «Моя жизнь» Дункан пишет, что мать, когда была ею беременна, питалась исключительно устрицами с шампанским, но после рождения ребенка семья с четырьмя детьми осталась практически без средств к существованию. Возможно, поэтому, едва оперившись, будущая жена русского поэта Сергея Есенина лихорадочно искала надежный тыл, кидаясь из одних объятий в другие. В 1895 году семья Дунканов перебралась в Чикаго, где Айсидора получила первую в своей жизни работу в качестве танцовщицы одного из театров. В Чикаго у нее появился и первый поклонник, 45-летний поляк, художник Иван Мироцкий. Пытаясь добиться интима, пан Мироцкий сделал молодой артистке предложение руки и сердца. Правда, оказалось, что художник женат. С обидой в душе и разбитым сердцем Айсидора уехала в Лондон. Возможно, это было правильное решение, так как там ее танцевальная карьера мгновенно пошла вверх. Она танцевала на светских раутах без нижнего белья, вводя в свои нестандартные выступления элемент эдакого античного греческого танца. Этот невинный с современной точки зрения эпатаж приводил публику в самый настоящий экстаз. Впрочем, несмотря на популярность, в личной жизни Айсидоре по-прежнему не везло. Очередное предложение руки и сердца поступило от актера Оскара Бережи. Именно ему посчастливилось стать первым мужчиной в жизни 25-летней девственницы. Однако вскоре Оскару предложили съемки в Мадриде, и он объявил о расторжении помолвки. В 29 лет Айсидора встретила театрального постановщика и режиссера Гордона Крэга, от которого родила своего первого ребенка, дочь Дейдро. Однако до свадьбы и на этот раз дело не дошло. Гордон, в конце концов, решил жениться на другой. Это был серьезнейший удар судьбы, но Айсидора, мужественно проглотив обиду, нырнул в постель другого претендента на свое незамужнее сердце. Им оказался импозантный Парис Зингер. Наследник миллионов усопшего фабриканта, выпускавшего знаменитые швейные машинки Зингер. От Зингера-младшего Айсидора поспешил родить сына Патрика. Впрочем, с отцом Патрика вскоре тоже пришлось прекратить все отношения. Он неимоверно ревновал танцовщицу ко всем окружающим ее мужчинам-поклонникам. А таких было немало. А вскоре русский художник Леон Бакст, считавшийся в Европе известным хиромантом, предсказал Айсидоре, какую цену она будет должна заплатить за грандиозный успех у публики. «Слава», — сказал хиромант, — «будет стоить вам жизни двух самых любимых существ». Вот с этого момента Айсидору стали преследовать ужасные видения. Во время гастролей в России ей то и дело грезились звуки похоронных маршей, а падающий на землю снег принимал вдруг очертания двух детских гробиков. Страшные предсказания русского хироманта вскоре сбылись. После гастролей по России Дункан приехала в Париж повидаться с отцом дочери Парисом Зингером, как пишут биографы Айсидоры, накануне трагедии прямо в танцевальной студии непонятно откуда появились три совершенно черных кошки, и одна за другой перебежали ей дорогу. А когда танцовщица с бешено бьющимся сердцем закрыла своей гримуборной, на столе она обнаружила неизвестно как попавшую туда книгу. Еле шевеляя непослушными губами, Айсидора прочла ее название «Не убей я, а плакивающая собственных детей». Вскоре к ней пришел убитый горем Зингер. Автомобиль, в котором вместе с няней находились оба ребенка Айсидоры, потеряв управление, утонул в сене. После гибели детей Дункан поспешил родить еще одного ребенка. Отцом стал встреченный на улице, да, просто на улице встретила молодой итальянец. Однако новорожденный мальчик прожил всего несколько дней. Вот чтобы как-то успокоить душенные раны, Айсидора с головой бросается в работу и в 1921 году открывает танцевальную школу в России, в Москве, где знакомится с поэтом Сергеем Есениным. В 1922 году Есенин и Дункан официально стали супругами. Однако первый и последний брак известной танцовщицы, как известно, продлился недолго. А вскоре после развода с Есениным судьба посылает Айсидоре последний зловещий знак. Это случилось во время гастролей в Вене. Посреди ночи дверь гостиничного номера, где остановилась танцовщица, вдруг со скрипом открылась, и на пороге возникла девушка с горящей свечой в руке. «Бог приказал мне задушить тебя!» — воскликнула незнакомка. К счастью, вовремя подоспела помощь. Незванная гостья оказалась душевно больной, но Айсидоре действительно было суждено умереть от удушья. 14 сентября 1927 года в Ницце Айсидора спустилась на улицу, где ее ожидала маленькая гоночная машина, закинула на плечо конец красной шали, прощально махнула рукой и, улыбаясь, произнесла «Прощайте! Прощайте, друзья! Я иду к славе!» Красная шаль спустилась с плеча Айсидоры, скользнула за борт машины, тихонько лизнула сухую резину колеса и вдруг, вмотавшись в спицы, грубо рванула Айсидору за горло.